МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир канал ОТС продолжает программа Экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Напал на ребенка с определенными намерениями. В Новосибирске просят опознать мужчину, который, возможно, причастен к попытке надругательства над 8-летней девочкой. Им тревогу подняли жильцы дома номер 87-2 на Красном проспекте. С их слов, этот человек забежал в подъезд за первоклассницей и зажал ее между этажами. Испуганная школьница даже не смогла позвать на помощь. Зашел он за ней в дверь открытую, зажал ее между этажами с целью изнасилования. У этого изберга не получилось совершить содеянное, просто потому что бутылка с каким-то пойлом его упала на пол. Он отвлекся. Когда мужчина отвлекся, девочка сбежала. Родителям она рассказала, что он представился медработником, пока ведомства не дают официальных комментариев случившемуся. Говорят, работают и разыскивают незнакомца. Продолжая программу, житель Машковского района области предстал перед судом за убийство, совершенное 3,5 года назад. После расправы над сожительницей у душегуба развилось психическое расстройство. Два года он провел в специализированной лечебнице, но уголовной ответственности все же не избежал. За решеткой камеры новосибирского облсуда 52-летний Николай Колодкин после принудительного лечения мужчину посчитали выздоровевшим и готовым к правосудию. Инкриминировали ему убийство гражданской супруги с особой жестокостью. Подсудимый обвиняется в том, что в ноябре 2019 года в селе Дубровино Машковского района, взяв охотничье ружье, он произвел два выстрела в женщину в присутствии ее несовершеннолетней дочери. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась. По данным следствия, Колодкин поссорился с сожительницей на почве ревности и бытовых разногласий. Расправу он учинил на глазах 16-летней девочки-подростка. В суде вину признал частично, мол, стрелял не специально, а нажал на спусковой крючок случайно во время потасовки. Я признаю, что я расстрелил человека. Я знаю, что такое оружие с малых лет и даю отчет, что на человека нельзя возьмать оружие. Это я, когда пришел в связь в реанимацию, я сразу согласился со 105-й первой. Я понял, что я натворил. Я просто не хотел с этим разором жить. На старте процесса представитель прокуратуры зачитал фигуранту обвинительное заключение. На следующее заседание планирует вызвать потерпевших и свидетелей. Грозит сельскому ревнивцу весьма серьезный срок вплоть до пожизненного. Добегался по информации нашего собственного источника в правоохранительных органах. В Казани силовики задержали Михаила Калмогорова, больше известного как Чеботарь. Член криминальной ОПГ почти год числился в международном розыске по линии Интерпола. Официальная биография этого человека кажется безупречной. Был женат, щедро спонсировал спортивные турниры, особенно памяти погибших милиционеров. Представлял федерацию кикбоксинга, успешный бизнесмен, толковый предприниматель. Словом, пример для подражания. Вот только Калмогоров, как оказалось, взял фамилию супруги, чтобы раз и навсегда почистить прошлое. Там он больше известен как Чеботарь. Привлекался по малолетке, два года колонии, закражу, условко, за грабеж. В те самые лихие 90-е, говорят, примкнул к узбасской банде. А когда лидера в той ОПГ осудили, вышел сухим из воды. Ему фантастически фартило все это время. В 2012-м попытались вменить серию заказных убийств, но дело развалилось. Калмогоров успел стать сельским депутатом и продолжил меценатство. Ничего нет? Оружие, ножи, пистолеты, кассеты. Вообще ничего нет. Стоим. Тихо, тихо, тихо. В прошлом году он вновь попал в оперативную разработку силовиков и в апреле 22-го был объявлен в международный розыск. По данным правоохранителей, беглый бизнесмен через посредника передал тогда еще действующему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Трубину 3 миллиона рублей и 1 тысячу долларов. Самого отставного работника надзорного ведомства уже отдали под суд. Привлекли и человека, передавшего деньги. Теперь очередь, похоже, дошла до благотворителя. Кстати, пока Калмогоров был в бегах, его арестовал басманный суд Москвы заочно. Сейчас фигуранты этапировали в Новосибирск и отправили в СИЗО на время следствия. Крупную межрегиональную группировку ликвидировали оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков в различных точках страны. От Москвы до Хабаровского края полицейские изъяли 50 килограммов героина, метадона и гашиша. По оперативным данным, руководил преступным сообществом иностранец. Он контрабандой доставлял героин в Россию и распределял наркотики между дилерами. Сбытчиков набирали по объявлениям, при этом проводили с ними многоступенчатый инструктаж. Для перевозки и продажи запрещенных веществ сообщники специально приобретали автомобили и телефоны, арендовали квартиры, в мессенджерах общались с зашифрованными фразами. Но даже такая конспирация не помогла. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции сдержали 17 подозреваемых в семи регионах страны. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также установлены личности четырех организаторов, находящихся за пределами Российской Федерации. По версии следствия, злоумышленники причастны к совершению 64 наркопреступлений на территории Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Центрального федеральных округов. Новосибирцы стали чаще попадаться на уловки телефонных мошенников. Сразу два человека всего из-за одного телефонного звонка потеряли баснословные деньги. А все потому, что не проверили информацию и доверились абоненту. Звонок с неизвестного номера поступил через мессенджер-трубку, взял заведующий лабораторией одного из научных институтов Академгородка. Абонент сообщил, от вашего имени пытаются перевести все средства на карту экстремистской организации, запрещенной в России. Вы же не хотите попасть под уголовное преследование за финансирование терроризма? Ученый, не задумываясь, стал руководствоваться инструкцией, любезно предоставленной якобы работникам службы безопасности банка. Он три недели обналичивал средства и через банкоматы отправлял на указанный счет. В итоге ущерб 43 миллиона 751 тысячи рублей. Когда новосибирец понял, что его обманули, обратился в полицию. О результатах каких-то следствий по этому уголовному делу говорить рано, поскольку уголовное дело возбуждено буквально вчера. И сами обстоятельства имели место как раз вчера. Поэтому на сегодняшний день действия следствия и оперативных работников по подобного рода преступлениям, они стандартные. Первое, что делается, это принимаются меры к тому, чтобы попытаться эти денежные средства на какой-то стадии арестовать, найти, если так можно выразиться, догнать. Но, как показывает практика, сделать это практически невозможно. Еще один житель Новосибирска, в прошлом известный иркутский лесник, попался на удочку других телефонных аферистов. В свое время они с супругой приобрели чудо-бады у мошенников. Так вот, их клиентская база, видимо, перешла к кому-то по наследству. Пенсионеру позвонили и предложили вернуть потраченные деньги за некачественные пилюли. Правда, для этого необходимо погасить курьерский взнос, оплатить несколько услуг, да и вообще обезопасить счета, на которые впоследствии упадет кругленькая сумма. Несколькими транзакциями потерпевший потерял 32 миллиона рублей. А всего, по статистике, только за прошлый год россияне перевели киберпреступникам больше 14 миллиардов рублей. Пассажир поезда Томск-Адлер лишился дорогостоящего смартфона, поставив гаджет на ночную зарядку. Он позарился на чужое 40-летний житель татарского района. Кражу транспортные полицейские раскрыли по горячим следам. В руках оперативников оказался дважды судимый за имущественные преступления мужчина. В одном случае он похитил дизельное топливо, в другом – плуг для трактора. Теперь рецидивисту светит новый срок, а телефон после проведения необходимых следственных действий вернут законному владельцу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова